добрый день дорогие друзья с вами капля продолжаем говорить о благословении еще один аспект благословения я бы его назвал выбор второзаконие 30 глава 19 стих моисей говоря пророчески от имени бога говорит такие слова во свидетели перед вами призываю сегодня небо и землю жизни смерть предложил я тебе благословение проклятие избери жизнь дабы жил ты и потомство твое я более я более чем уверен в том что благословение или проклятие могут быть нашим с вами выбор каждый раз когда мы грешим каждый раз когда мы не послушны богу каждый раз когда мы выбираем неправильно мы делаем осознанный выбор я сегодня не говорю об ошибках наших и найти когда мы были введены в заблуждение кем-то или сами заблуждались бог достаточно легко это прощает но когда мы понимая что наши действия поступки или решения приведут к проклятию то речь идет о том что мы совершенно добровольно выбираем неблагословение очень важно понимать что абсолютно любое наше действие любой наш выбор он будет иметь как минимум два варианта развития событий это некое благословение божье либо это на место неблагословение здесь немножко хочу оговориться чтобы вы поняли что я имею ввиду под проклятием я понимаю проклятие как полное отсутствие божьих благословений я не имею ввиду что бог кого-то проклинает я говорю что бог кого-то просто не благословляет и это уже само по себе одно из самых мощных проклятий в жизни абсолютно любого человека и так быть благословенным это мой выбор предыдущей программе я говорил о том что мы должны быть послушными для того чтобы наследовать благословение каждый раз когда перед нами становится некий выбор даже если это что-то внезапное что-то очень моментально у нас все равно есть некое мгновение перед тем как совершить этот поступок это мгновение вот этот момент выбора когда мы решаем пойти направо или налево когда мы решаем что нам нужно сделать и в этом случае очень хорошо чтобы мы имели в виду что выбирая любой из вариантов мы выбираем по большому счету между двумя очень радикально противоположными вещами благословением и проклятием некоторые думают что у бога есть некий полутона но я хочу вас разочаровать друзья бог максималист либо собираем либо расточаем либо со мною либо против меня это его тезисы и он нам их показал в новом завете то же самое относится и к нашему выбору в отношении благословения либо благословения либо его отсутствие не не может быть так что тебя бог благословит на 30 процентов или на 28 или на 85 нет он либо тебя благословит либо он тебя не благословит поэтому когда вы выбираете тот или иной путь то или иное решение вам необходимо понимать что вы получите в этом если позитив потому что когда бог что-то делает в плане благословения то это всегда полнота потому что бог не делает все наполовину или так немножко итак друзья жить в благословении или жить без него это наш выбор мы выбираем по какому пути пойти